Легендарную ЩА-216 крымские дайверы нашли в начале июля в районе мыса Тарханкут. На свое последнее задание Щука отправилась в феврале 1944 года. 37 человек экипажа навсегда остались на борту субмарины. 70 лет подводная лодка числилась без вести пропавшей. Оказалось, на протяжении десятилетий она лежала всего в 20 километрах от берега. В медиа-центре IPC говорили о дальнейшей судьбе печально известного корабля. Участники пресс-конференции считают, он непременно должен быть в Севастополе. Однако боятся, что подлодку превратят в музей. Активисты предлагают сделать из Щуки надгробный памятник на братской могиле моряков, погибших в далеком 44-м. Мемориалы предполагают. Это памятник надгробный, это братское захоронение. И, очевидно, можно сделать выставочный такой мемориал из личных вещей, и оборудование, которое находится внутри лодки. Но никак не саму лодку превращают в экскурсионный объект. Где будет установлен мемориал, решат президенты России и Украины. Вероятно, этот вопрос они обсудят во время своего пребывания в Севастополе 28 июля, на день флота, говорят участники пресс-конференции. В городе несколько братских могил подводникам с комсомольца, Курска и есть одна из первых в Российской империи Камбале. На Пожарова есть такой памятник. Там стоит рубка. Она заваренная. Туда никто не заходит, на неё только смотрят. И перечень список погибших матросов, офицеров и мичманов. Подводная лодка ЩА-216 должна стать ещё одним мемориалом в Севастополе, считают участники конференции. Говорят, своё мнение собираются оформить официально, подать запрос на имя командующих Черноморским флотом и ВМС Украины, а также главе города Владимиру Яцубе. Рината Малышева, Деливер Меджитов. Программа «Наше время».